Привет-привет! С вами вновь проект «Точки над Йо» и я его ведущая Янина Климович. Абитуриенты, студенты и сотрудники БГУ присылают нам вопросы, ну а мы стараемся задать их нужному руководителю и получить ответы. В новом выпуске мы затронем экономически важные аспекты университетской жизни. Сегодня вопросы о платном обучении, текущем ремонте и общественном питании мы сможем обсудить с проректором по экономике и материально-техническому развитию БГУ Дмитрием Григорьевичем Шолухо. Дмитрий Григорьевич, здравствуйте! Студентов БГУ волнует множество вопросов, поэтому, конечно же, спасибо вам большое, что нашли время ответить на некоторые из них. Собственно, первый вопрос к вам. Почему повышается стоимость обучения и правомерно ли повышение в течение учебного года? Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, дорогие друзья! Я крайне рад, что мне предоставлена возможность ответить на вопросы, прежде всего, студенческого коллектива БГУ. Я думаю, что мои ответы будут интересны также и работникам. Что касается стоимости обучения, отвечу так. Экономика Республики Беларусь и БГУ неразрывно связаны. И БГУ не повышает стоимость, а только компенсирует понесенные затраты на каждого обучающегося, датирует каждого студента, который вносит плату за обучение, из средств, которые зарабатывает из других источников. Есть, прежде всего, объективные экономические показатели, такие как увеличение базовой ставки, базовой величины, изменение условий оплаты труда. И, в общем-то, все знают, что есть такой экономический показатель, как инфляция. Дмитрий Григорьевич, не все студенты знают, на что конкретно, скажем так, тратятся деньги, полученные от платного обучения. Расскажите, пожалуйста, об этом. Все средства, которые платят обучающиеся за обучение, расходуются в соответствии с нормативно-управными актами. Здесь хочется сразу сказать всем слушателям. Как только вы выключили лампочку, вы сразу уменьшили расходы на ваше обучение. Если вы не сломали стул в аудитории, вы уменьшили расходы на ваше обучение. Я обращаюсь ко всем жителям БГУ с просьбой экономно относиться к ресурсам и оборудованию. Спасибо. Дмитрий Григорьевич, есть ли возможность получения скидки для студентов на питание в столовых БГУ? И если да, то в каком размере? Наш студент очной формы обучения, придя в любой пункт общественного питания БГУ, будь то буфет или столовая, автоматически после предъявления студенческого билета получает скидку в 10%. Все остальные, кто пользуется объектами общественного питания, такая скидка не предоставляется. Дмитрий Григорьевич, сейчас я предлагаю перейти к вопросам материально-технического развития БГУ. Вот в этом году отремонтировали часть главного корпуса. Скажите, будет ли продолженный ремонт корпуса и если будет, то когда? Для того, чтобы нам начать капитальный ремонт третьей-четвертой очереди главного корпуса, прежде всего необходимо позаботиться, чтобы те люди, которые там размещаются и учатся, а также фундаментальная библиотека, нашли хотя бы временное пристанище. И в этих целях мы планируем использовать здание, в котором сейчас временно размещен исторический факультет, по улице Менделеева, 36, после его освобождения, соответственно, когда он переедет в отремонтированный корпус, мы начнем постепенное переселение людей из оставшейся части главного корпуса. Также будем перемещать порядка более полутора миллионов томов из фундаментальной библиотеки. Можете все посчитать, если одна книга весит 200 грамм, то полтора миллиона книг весят 300 тысяч тонн. В этом году мы проводим большую работу по новому строительству в интересах комплекса БГУ. Прежде всего это касается начавшегося строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство началось в августе этого года. Достаточно интересный объект в обрамлении Дубравы Белорусского университета. Недалеко от биологического факультета строится физкультурно-оздоровительный комплекс. С двумя многофункциональными залами, открытыми площадками. И мы планируем, что его эксплуатация начнется с нового учебного года в 2025 году. Следующий объект, который БГУ планирует к строительству, это здание учебно-лабораторного корпуса биологического факультета. Между зданиями действующего корпуса биологического факультета и общежития по Курчатова, по-моему, 6. Планируется строительство трехэтажного лабораторного корпуса с переходной галереей. Оно планируется завершению в 2026 году. Следующий вопрос, который прислали нам наши подписчики в чат-бот Телеграм. Сейчас холодное время года и студенты заметили, что после замены окон в учебных корпусах на Курчатова 5 в помещениях стало заметно теплее. Поэтому вопрос, планируется ли замена окон в соседнем корпусе на Курчатова 1? Да, уважаемые коллеги, в этом году планируется в рамках текущего ремонта замена практически всех окон в здании Курчатова 1. И не только это, также там планируется, по-моему, замена зенитных фонарей в поточных аудиториях, некоторые другие активности при наличии средств. Это все будет сделано в этом году в рамках текущего ремонта. Дмитрий Григорьевич, мы также знаем, что весной этого года планируется замена лифтов в общежитии по Курчатова 8. Собственно, это ведь может вызвать некоторое неудобство для проживающих. И скажите, лифты будут меняться все сразу или каким-то можно будет пользоваться? И можно ли перенести эти работы на лето, то есть когда студенты не будут проживать в общежитии? Лифты будут заменяться поэтапно, несколько лифтов будет выводиться из эксплуатации, меняться, запускаться и только после этого будут меняться следующие лифты. Работы запланированы на, скажем так, весну этого года. Еще один интересный вопрос от наших студентов. Фасад учебного корпуса по улице Карла Маркса 31 на фоне соседних зданий очень серый и хмурый. Можно ли его перекрасить в более яркий цвет? Вы знаете, на самом деле, Яна, нет ничего невозможного и можно перекрасить в любой цвет. Другое дело, что на это сразу наступит ответственность, потому что здание по экономического факультета находится в перечне зданий историко-культурного наследия и цветовая гамма этого здания утверждается на уровне Министерства культуры. Поэтому, к сожалению, как бы не хотел белорусский университет перекрасить его в свой фирменный цвет, у нас это, к сожалению, не получится. Планируется ли совершенствование материальной технической базы БГУ? Да, уважаемые коллеги, оно не планируется, оно постоянно идет, оно идет ежегодно, ежедневно и, в принципе, в плановом порядке. Есть несколько государственных программ, которые связаны с обновлением материально-технической базы. Также планируется совершенствование, скажем так, компьютерных классов. В прошлом году было закуплено 10 классов, в этом году планируем купить не менее 8. Также планируется совершенствование информационно-коммуникационной системы БГУ, это увеличение возможностей серверов, увеличение возможностей нашей системы защиты информации Белорусского государственного университета. И на это также запланированы достаточно серьезные средства. Дмитрий Григорьевич, в народе есть поговорка, что настоящий студент – это всегда голодный студент. Но я думаю, что со мной многие согласятся, что это не про студентов нашего вуза, поскольку наши ребята активно посещают буфеты, столовые. Исходя из этого вопрос, сколько всего объектов общественного питания в БГУ? Вопрос голода, наверное, все-таки относится к возрасту и метаболизму, а не к количеству объектов питания. Уважаемые коллеги, у нас в БГУ всего 20 объектов общественного питания, Центра общественного питания университета. Из них один объект не работает, это буфет на историческом факультете в связи с тем, что там происходит ремонт в здании. Хотя в настоящий момент в здании отремонтированного буфета уже положена плитка, там в принципе тепло и скоро он заработает. Один объект – это цех по заготовке. И также у нас 10 столовых и 8 буфетов. Я рекомендую нашим студентам чаще посещать наш Центр общественного питания и точки питания. Прибыль нужна. Скажите, по вашему мнению, достаточно ли объектов общественного питания в БГУ и планируются ли новые? Да, естественно. Вот мы говорили про строительство учебно-лабораторного корпуса. Там планируется на первом этаже строительство буфета. По-моему, от 48 до 54 мест я вам точно сейчас не скажу. Кроме этого, у нас планируется также отдача на аутсорсинг буфета на, по-моему, третьем этаже здания по Долгобродской, 20. Это еще одна точка питания. Но, в принципе, пока все. Дмитрий Григорьевич, это был последний вопрос от наших студентов. Большое вам спасибо за ваши ответы и уделенное нам время. Пожалуйста. Друзья, ну а я напоминаю, что свои вопросы вы можете присылать в комментариях под этим видео, в наши социальные сети или специальный чат-бот в Telegram. Будьте активными, ведь в следующем выпуске мы поговорим с деканом юридического факультета Андреем Викторовичем Шедловским. Продолжение следует...